Один из алматинских банков сегодня пикетировали. Заемщики пытались пробиться к руководству. Хотели предупредить, они настроены решительно и не намерены терпеть то, что финансовый институт не выполняет свои обещания по реструктуризации долгов. Руки прочь от нашего жилья! Нервис предел в нашем городе! Нервис предел в нашем городе! Активистов нового объединения «Обеспечьте народу жилье» не ждут банки Центр Кредит. Людям пришлось прибегнуть к пикету, чтобы привлечь внимание к их проблеме. По рассказу лидера НПО, банк судится с неплатежеспособными клиентами. На процессе его представители заверяют всех, что финансовый институт идет навстречу должнику и дает возможность выплачивать кредит в приемлемом режиме. Когда решение суда в силу входит, они отказываются от своих слов, сказанных на суде, отказываются и передают дело частным судебным исполнителям. А частный судебный исполнитель заявляет, либо вы сами добровольно продаете свою квартиру, тогда вы нам всего лишь 10% платите от основного долга, либо если мы продаем, то мы с вас будем сдирать 30% от долга задолженности. Вот таким образом сейчас банк Центр Кредит провоцирует народ, социальное напряжение создает среди населения. Пикетчики убеждены, что в итоге обманутыми оказываются и клиенты, и суд, и фонд Самрук Казына. Люди напоминают об апрельском совещании нацфонда с банками. Тогда обсуждался вопрос о снижении для проблемных заемщиков ежемесячных платежей до 10 тысяч тенге в Алматы и Астане, и до 5 тысяч тенге в других городах. Но банк, по словам жалобщиков, так не поступает. Узнать позицию самого финансового института сегодня не получилось. Нет, этот человек не освободился. Вы можете завтра перезвонить? А сегодня вы не можете, да? Сегодня этот человек занят, у него сейчас совещание идет. Своё заявление участники акции пытались передать руководству банка. Но дальше приемной их не пустили. Секретарь обещала, что ответ граждане получат в течение 15 дней. Члены ОНЖ и заемщики грозятся наведаться жалобами на кредитора фонд Самрук Казына. Срок поездки в Астану уже назначен 15 октября. Елена Смирнова, Рената Бухаиров, Алматы, Казахстан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова